Всем привет! Сегодня я приготовил с утра три овощные блюда. Три овощных блюда. И сейчас расскажу о каждом из них. Это обыкновенные блюда, я их готовлю постоянно. Они мне нравятся и хочу вам тоже это показать. Может быть кто-то тоже приготовит себе что-то подобное. Начну со сладкого. Это блюдо состоит из тертой репки. Видите, желтенькая она справа. Тертой морковки. Сушеных, размолотых на кофемолке яблок. У меня их просто очень много. Но лучше, конечно, свежие брать. Покупать яблочки. И ложечки меда. Все это тщательно размешивается и употребляется. Репа придает этому блюду особую терпкость и особый вкус. Который, если вы попробуете такое блюдо, если вы любитель морковки тертой, с яблоками или с медом, если вы попробуете репу в этом блюде, то вы всегда потом будете включать ее и тереть вместе с морковкой. Потому что она придает такую пикантность, такую насыщенность вкусовую. Интересная такая особенность придает. Что вам обязательно будет хотеться при растирании на терке моркови или в блендере добавить туда и репу. Это что-то с чем-то. Попробуйте обязательно. Оно сладкое, с медом. Вот такое блюдо я его обычно вначале употребляю. Теперь я познакомлю вас с блюдом. Редька зеленая тертая с простоквашей. Вот тут еще есть немножко морковки я для красоты добавил. Тертый, как нос у этого лица. И это тертый сыр и яйцо отварное. Тоже интересное такое блюдо. Но как бы скорее даже гарнир что ли. Сюда, конечно, хотелось бы пюре подложить. Но я не подложил сюда пюре, потому что я добавил в третье блюдо картошку. И этого достаточно. Много картошки лучше не есть. Как это все размешивать, я не знаю. Зависит от вашего вкуса. Возможно, стоит съесть по очереди все это. Но вот я заметил, что редька хорошо сочетается с тертым сыром. Тертая. Морковь с простоквашей. Ну и яйцо так по желанию. В общем, тертый сыр, яйцо, морковка тертая, редька тертая. И простокваша обыкновенная. То есть, скисшее молоко. Можно даже сказать просроченное молоко. Но хорошего качества. Из хорошего молока получается простокваша. Из плохого получается канализация. Так. Третье блюдо. Третье блюдо. Это овощи. Тушеные. В сотейнике. Сотейник это сковородка с высокими бортиками. В небольшом количестве воды. Тушеные овощи. А именно свекла. Картошка. Морковка. Вот знаете, как иной раз кажется. И свекла сладкая, и морковка сладкая. Достаточно чего-либо одного. Нет. Морковь со свеклой. Тушеные вместе. Как-то взаимобогащают друг друга. И получается удивительный вкус. Итак. Морковь. Морковь. Лук. Морковь. Немножко перец. Молотый. Лавровый лист. Тоже молотый на кофемолке. Хмели-сунели. И кусочек сливочного масла. И тертый сыр. Сыр я использую вместо соли. Вот такое третье блюдо. Вот все три блюда вместе. Попробуйте. Возможно, вам какой-либо из них понравится. А то и все вместе. Я, например, люблю все эти блюда. И постоянно их употребляю. Будьте здоровы. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на мой канал.